Хирурги отделения ангиографии и рентгенхирургии центральной медико-санитарной части города Магнитогорска взяли новую планку. Первыми на Урале приступили к установке пациентам самых современных стендов СУПРА – конструкций, предназначенных для восстановления кровотока в закупоренных бедренных и подколенных артериях. Рассказывает Юлия Никифорова. Наша съемочная группа стала свидетелем третьей по счету операции по установке в ангиографическом комплексе центральной медико-санитарной части нового стента СУПРА. Хирург-рентгенолог Иван Мамыкин ввел его в закупоренную холестериновыми бляшками бедренную артерию пациента, восстановив тем самым в ней кровоток. Оборудование операционное позволило визуально в режиме онлайн отследить все манипуляции хирургической бригады. Вот видите, вот эту зону поражения, вот эта артерия ушла как маркер для вас. И вот сейчас видите, вот эта артерия и вот эта зона поражения. То есть это совершенное восстановление просвета сосудов. Или тут, да, или тут. Был пациент, у него была окклюзия бедренной артерии поверхностной вот на таком протяжении. То есть вот здесь кровотока не было? Здесь кровотока не было, да. Ну в клинике у него, естественно, была перемежающая хроматат, то есть какое-то расстояние он мог пройти без боли, потом он был вынужден остановиться, перетерпеть боль и только после этого продолжать свое движение. Вот выустановлен вот этот вот наш новый стенд Супера. Тут вот результат налицо, можно сказать. Вот она наша окклюзия и вот что с ней стало после установки стенда. То есть мы видим то, что артерия проходима. Новые стенды представляют из себя прорыв инженерной мысли в области эндоваскулярной хирургии. Они выполнены из шести хитросплетенных никелево-титановых нитей. Очень прочные, гибкие, гнутся как угодно, при этом не сплющиваясь. Прочность и эластичность очень важны, потому что бедренно-подколенные артерии при движении человека испытывают серьезные нагрузки. Внедрение новых стендов вывело медсанчасть на новый виток развития эндоваскулярной хирургии. В последние годы здесь начали выполнять операции на самых мелких сосудах стопы, берцовых артериях, помогая тем самым пациентам с осложнениями сахарного диабета. Эндоваскулярные операции малоинвазивные, выполняются без наркоза, легко переносятся пациентами. В больнице гордятся рекордом. В ходе эндоваскулярной операции стенд был установлен пожилой женщине в возрасте 94 лет. Мы являемся вообще лидерами Челябинской области. Это абсолютно точно. Примерно более 250 мы в год уже сделали операцию. Это более 200 стендов мы имплантировали. То есть мы являемся в числе лидеров вообще по всему Уральскому региону. Вот эта имплантация, вот эта и апробация, и внедрение в нашу практику вот этого нового уникального стенда, это вообще впервые в Уральском регионе делается. Внедрить в работу новые стенды помогли два фактора. Многолетний опыт хирургов отделения ангиографии и рентгенхирургии и увеличение финансирования этого вида лечения территориальным фондом обязательного медицинского страхования Челябинской области в 2016 году. А самое главное, что эти дорогостоящие высокотехнологичные операции доступны для пациентов и проводятся бесплатно. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВН.